Прежде чем мы начнем, хочу поделиться отличной новостью. Автор этого потрясающего фильма позволил мне озвучить ее фильм при условии, что я расскажу о ее YouTube-канале. Так что, если вы хотите увидеть продолжение как можно скорее, обязательно подпишитесь на ее канал и перейдите на оригинальное видео, чтобы поставить лайк. Ссылочки вы, как всегда, найдете в описании под видео или в закрепленном комментарии. Ну а теперь желаю вам всем приятного просмотра! Вы звали меня, мой лорд? Как ты видишь, у меня есть специальная работенка для тебя. А, наконец-то! Я долго ждала этого момента, но, пожалуйста, на этот раз предложите мне что-нибудь веселое. Мне надоело делать обычные демонические делишки. Разрушение чьей-то жизни, месть, убийство, больше ненависти. Они слишком старые для меня, сейчас они скучные. Дай мне что-нибудь пострашнее сделать. Ты самый верный и злой демон. Так что я доверяю тебе это. Скажи мне уже! Я ненавижу ждать задания. Я знаю, ты недолюбливаешь что-то такое. Ты начинаешь раздражать. Ах, еще один день из моей жизни. Просыпайся, младшая сестра! Это твой семнадцатый день рождения. Ах, я почти забыла. Ох, черт побери, пожалуйста, не говори мне, что ты забыла об... Я не могу поверить, что моя маленькая сестра выросла так быстро. Спасибо, сестра. Пошли, мама приготовила твое любимое блюдо. Доброе утро, милая. Доброе утро, мам. С днем рождения, Эйра. Спасибо, мама. А где папа, мам? Ох, он на работе. В любом случае, я приготовила твое любимое блюдо. Так что поешь и готовься быстрее. Готовиться к чему? К школе, конечно. Но, мам, сегодня мой день рождения. Окей, и что? Я не могу остаться дома сегодня. Хватит придумывать оправдания, Эйра. Ты не ребенок. Сегодня твой день рождения, но это не означает, что ты не пойдешь в школу. Береги себя, милая. Не забудь съесть свой обед. Пока, мама. Чао. Мам, мы больше не дети. Но вы для меня мои детишки. Если мы пойдем таким темпом, то мы опоздаем. И что мы можем сделать? Да, мастер. Рози, можешь телепортировать нас в школу? Я извиняюсь, мастер, но я могу телепортировать только моего хозяина. Ах. Это так необычно и мощно. Она такая симпатичная. Маменька, смотри. Сестра, все в порядке. Ты можешь пойти без меня. Я не могу оставить тебя одну. Ты опоздаешь. Если ты не пойдешь, мы обе опоздаем. Пожалуйста, прийди в школу в сохранности. Я устала. Почему я просто стою здесь? Мне нужно бежать в класс как можно быстрее. Секундочку внимания. Хочу напомнить вам о своем телеграм-канале, где вы всегда будете в курсе всех актуальных новостей и событий. Подписавшись на мой телеграм-канал, вы сможете узнавать о новых озвучках и смотреть их самыми первыми. Ссылочка на канал ждет вас в описании. Ну и не смею вас дальше задерживать. Продолжаем просмотр. Ох, нет, Анна. Смотри, куда идешь, лузер. Ты ослепла или что? Прости, Анна. Это моя ошибка. Я торопилась, потому что опаздывала. Почему ты вообще приходишь в школу? Это выглядит так, словно у тебя нет ангела или что-то в этом роде. Это все из-за твоих родителей. Они самые могущественные люди во всем мире. Ты даже не заслуживаешь стоять здесь. Такие лузери, как ты, заслуживают дорогу точно не высшая академия. Прошу прощения, но никто не спрашивал твоего мнения. Хотела, чтоб ты знала. Ох, спасибо, я уже знаю это. Но ты знаешь, что тот таракан ползает по твоей голове? А? Где? Мама! Эй, над чем ты смеешься? А? Я смеялась? Прости, я даже не думала смеяться над тобой. Я не смогла сдержаться от того, как ты крикнула «мама». Как ты смеешь так унижать меня? Как я могла тебя унижать, принцесса? Тебе это с рук не сойдет, ведьма. Если ты закончила, то я, пожалуй, пойду. Я уже опоздала. Ха-ха-ха. Ты думаешь, это смешно? Ага-с. Повтори еще раз. Ага, крутой хранитель, Анна. Но я думаю, мне стоит пойти. Ха, серьезно? Что случилось с тобой? Убегаешь, как всегда, неудачница? Что она еще хочет от меня? Я даже не имею хранителя, дура. Тебе надо усвоить урок, что не надо возиться с людьми из старшего класса, как я. Анна, это не смешно. Это смешно. Теперь, Тоникс, прикончи ее. Нет-нет-нет, пожалуйста, остановись. Нет, я не могу умереть вот так. Это не похоже на теплый прием. Кто ты? Я не могу быть хранителем этого человека. У нее уже есть хранитель. Плюс она супер раздражающая. Она должна быть моя хозяйка. Что за пугливая кошка? Ты вообще слушаешь меня? Слушай, мне все равно, кто ты. Если ты вмешаешься, то пожалеешь об этом. Можешь просто заткнуться, а ты так раздражаешь. Что? Кто ты? Что за пытка? Как я вообще сюда попал? Эта девочка, у нее нет хранителя, и ей скоро наступит 17. Что я должен делать с этим? Просто дать ей хранителя? Ты будешь ее хранителем. Ты смеешься? Лучше, чтобы ты шутил. Я не собираюсь защищать какого-то жалкого человечишку. Из каких это пор дьяволы начали становиться хранителями? Ты не знаешь, что дьяволы не могут становиться хранителями? Иметь дьявола-хранителя разве это не странно? Что это за шутка такая? Она должна была получить своего хранителя 4 года назад. Мы не можем заставлять ее ждать так долго. Ее хранитель делается, он будет готов через 7 месяцев. Просто до тех пор ты должен стать хранителем. Почему я должен делать это? Ты хорошо знаешь, что я ненавижу людей. Это твоя последняя миссия. Я обещаю, что больше не буду беспокоить тебя подобными вещами. И после этой миссии я сделаю тебя сильнейшим дьяволом во всем аду. Новым диктатором ада. Король ада? Я ждала того момента тысячи лет. Неужто? Тоникс, прикончи его! Дерьмо, полная неразбериха. Брод, на что ты смотришь? Побежали, надо спасать свою шкуру. Почему? Ты убил его? Ты убил Тоникса! Папочка! Что за избалованный ребенок? Что ты такое? А, я твой хранитель. Ты и вправду мой хранитель? Да, к несчастью. Ты очень сильный. Ах, и я это уже знаю. Скажи мне хоть что-то, что я не знаю. У него, безусловно, есть самовлюбленность. Но то же самое не относится к тебе. Не могу поверить, я хранитель для слабого, тупого человека. Это скажется на моем статусе, если меня увидят с тобой. Не могу даже представить, могущественный демон защищает человека, как унизительно. Ты демон? Ты глупая. Ты не видишь, что у меня рога, крылья и хвост, как у демона? И разве ты не видишь, каким злым я выгляжу? Но демоны не могут становиться хранителями. Ладно, я тоже не знал. Но почему я получила хранителя сейчас? Я должна была получить хранителя четыре года назад. Почему так поздно? У меня так много вопросов, что проносятся у меня в голове. Дерьмо, я забыла об уроках. Я супер опаздываю сейчас. О чем ты говоришь, Анна? Кто убил твоего хранителя? Это был очень высокий чувак с черными волосами и оранжевыми глазами. И он пришел из ниоткуда и убил моего хранителя у меня на глазах. Это невозможно. Даже если он хранитель, он не может этого сделать. Хранитель? Я не думаю, что он был чем-то хранителем. А кем он еще может быть? Помнишь кого-нибудь, кто был рядом с тобой в тот раз? Эйра? Анна, я могу отстранить тебя от занятий за такую шутку. Я не врут, я говорю правду. Ты серьезно? Да! Можешь позвать своего хранителя? Как я могу позвать моего хранителя? Он мертв. Просто позови его. Посмотрите, где он? Я уже сказала вам, что он мертв. Анна, уходи из моего кабинета. Почему вы даже... Анна, это не смешно. Закончи со всей этой ложью. Я не ожидала это от тебя. Прочь из моего кабинета, пока я родителям не позвонила. Никаких манер. Анна, если ты чувствуешь себя нехорошо, то не стоило приходить сегодня в школу. Нет, 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 этого не может быть. Я видела, как Тоникс умирает прямо на моих глазах. Тогда как? Я не сумасшедшая. Задержание в мой день рождения. Отлично. Почему такие странные вещи происходят со мной в мой день рождения? Как этот демон-хранитель. Ладно, я не думаю, что расскажу о нем кому-нибудь. Все будут думать, что я проклятый или тому подобное. Все просто становится все хуже. Буду честна, он выглядит не так уж и плохо. Ты закончила пялиться на меня? Ах, это так скучно. Что ты хочешь, чтобы я с этим сделала? К слову, ты серьезно убил ее хранителя? Не, я убил его на пять минут. Через пять минут он возродится. Но я могу его убить, если я и вправду захочу это сделать. Сейчас ты понимаешь, насколько я силен? Наконец-то это закончилось. Кем был тот чувак? Почему ты хочешь это знать? Хватит летать, это раздражает. Да, он правда высокий. Ты можешь спрятать свои рога и крылья? Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что ты дьявол. Ты довольна? Хватит командовать мной, я ненавижу быть под контролем слабого человека. Но разве хранители не должны повиноваться своим хозяевам? Слушай, ты, маленький человечишка, знай свое место. Я не собираюсь быть под контролем тупого человека. Ты хочешь умереть? Я могу сделать твою жизнь адом, если ты хочешь. Так что, мать его, заткни и держи свою пасть закрытой. Не действуй мне на нервы. Поняла? Ненавижу таких людей. Что случилось, Анна? Ты выглядишь словно отрезана от мира. Я отрезана? Нет, я в порядке. О, хорошо тогда. Ох, посмотри, кто здесь. Принцесса беззащитника. Что за неудачница? Как она посмела игнорировать нас? Хочешь пойти и проучить ее? Это то, о чем я и думала. Эй, Анна, хочешь пойти? Простите, ребят, я вспомнила, что у меня есть дела. Она реально ведет себя странно сегодня. Кого это волнует? Мы можем сделать это сами. Никакого веселья ей не достанется. Я устала игнорировать их. Почему? Почему я? Как дела, Эйра? Что вы обе хотите? Ты не так должна общаться с другими. Если вы закончили, то я ухожу. Что? Что вы от меня хотите? Меня так тошнит от твоих издевательств надо мной без всякой причины. Ох, дорогуша, причина тут есть. И причина это твоя слабость и жалость. Это все потому, что у меня нету хранителя, верно? Я покажу вам обеим, кто здесь слабак. Ох, конечно, я посмотрю. Она серьезно владеет хранителем? Точно нет. Ты шутишь надо мной? А? Почему он не пришел? Ха, ты действительно на секунду одурачила меня, сказав, что у тебя есть хранитель. Тебе нравится позорить себя, не так ли? Сейчас покажи, кто тут слабак. Ты собираешься сидеть здесь весь день? Почему ты не пришел? Ох, я должен был? Хранители должны защищать своих хозяев. О, неужели это так? Хорошо, тогда прими это как месть за то, что ты не дала мне закончить фразу. Как я сказал, я не собираюсь защищать жалкого человека и давать ему контроль надо мной. Ты просто человек, а я демон. Ты меня терпеть не можешь. Ты бесполезный. Что за черт? А она нечто другое. Ах, наконец-то. Немного одиночества. Сейчас я могу расслабиться. Эйра? О, да, сестра. Мама мне рассказала, она реально беспокоится о тебе. Что случилось с твоим лицом? Нет, сестра, все в порядке. Я просто упала с лестницы. Ты серьезно, сестренка? Ты знаешь, как я беспокоюсь о тебе? Все в порядке, пожалуйста, не беспокойся обо мне. Но если ты так говоришь, то... Я чувствую странную силу рядом. Она очень могущественная и злая сила. Здесь очень опасно. Пошли отсюда. Сестренка, здесь есть кто-то с тобой? Нет, почему ты спрашиваешь это? А, окей. Просто решила это подтвердить. Подтвердить что? Канна! Прости, сестра, мне надо идти. Поговорим с тобой позже. Вау, ты хороший лжец. Ты думала когда-нибудь стать демоном? Ты можешь остановиться? Она уже знает о твоем присутствии. О, окей, и что? Мы попадем в большие неприятности. Они все подумают, что я проклятый или что-то в этом роде. Лол, это плохо для тебя. Это все твоя вина. Что за хранитель ты такой? Ты не хочешь даже защищать и слушать меня. Ты приносишь мне только одни проблемы. Быть без хранителя лучше, чем с таким хранителем, как ты. Хватит жаловаться. Ты, милкий человечешка, не похожа на то, чтобы я хотел быть твоим хранителем. Я знаю, у меня есть имя. И? Зови меня по моему имени. Все люди одинаковые для меня. В тебе нет ничего особенного, чтобы я называл тебя по имени. Ты как другие люди, слабая, тупая, бесполезная и никчемная. Мне все равно на твое мнение. Ты просто демон, который думает, что он лучше, чем кто-либо. Но в реальности от тебя нету никакой пользы. Ты сомневаешься в моей силе? Ты сомневаешься в моей силе? Что это за место? А, это задняя часть школы. Сюда точно никто не придет. Сэм? Прости меня. Что? Ты в порядке? А ты не видишь? Ты должен сходить к медсестре. Кто ты такая, чтобы говорить, куда мне идти? И почему ты беспокоишься? Просто занимайся своим делом. Ай. Послушай, ты выглядишь не в лучшем положении. Просто игнорируй меня, как и все остальные. Ты ничего не получишь, помогая мне. Кто сказал, что я хочу что-то? Но как долго я могу простоять вот так? Если тебе это не нравится, тогда хорошо. Эй. Окей. Я схожу к медсестре. Готово. Теперь ты можешь идти и присоединиться к своему классу. Ты ничем не отличаешься от меня. Тогда почему ты поступаешь, словно ты лучше меня? Ну, мне все равно, что обо мне говорят. Я просто игнорирую их. Ты не можешь игнорировать их вечно. Я знаю. Но карма это стерва. Погоди. Я не говорила, что ты должен просто их игнорировать и не постоять за себя. Но не позволяй этому влиять на себя. Разрушай их жизнь, а не свою. Так, на этом все. Я пойду. О, смотрите. Неудачница. Все еще не могу поверить, что она пришла после вчерашнего. Как это убого. Неужели вам больше нечем заняться, кроме того, как сплетничать? Бла-бла-бла. Да, это реально утомительно. Ты хочешь, чтобы я отомстил за тебя? Что случилось с тобой? Ты же говорил, что не станешь мне помогать. Но я никогда не говорил, что я не люблю человеческие страдания. Нет, спасибо. Ох, это ты. Прости, это моя ошибка. Я наткнулся на тебя. О, все в порядке. Сэм, как ты себя чувствуешь? Лучше. Спасибо. Рада это слышать. Погоди, ты знаешь мое имя? Ага. Раньше мы были одноклассниками. Как получилось, что я никогда не замечал? Все хорошо, меня трудно заметить. Однако, как тебя зовут? Меня зовут Эйра. Эйра? Прости, я забыл тебя, но я помню тебя. Эм, Эйра, хочешь потусоваться после школы? А? Что? Я не заметила, что он ведет себя приятнее, чем вчера. И сейчас он просит меня потусоваться с ним? Реально? Хорошо. Правда? Это значит, что я теперь твой друг. Спасибо тебе, Эйра. Это так приятно иметь друзей. Ого, что это было? Маленький человечешка влюбился. Как смешно. Заткнись, это не так. Ох, дорогуша. Я знаю, я знаю. Почему ты продолжаешь появляться, когда я тебя даже не зову? Почему ты не можешь быть, как другие хранители? Я уже сказал тебе, что я не такой, как остальные. Почему ты смеешься? Просто представил, как твое сердце разбивается. Что ты имеешь в виду? Милочка, я знаю людей уж так давно. Им никогда нельзя доверять. Я долгое время водил людей в заблуждение. На скорую руку они очень тупы. Сейчас или потом они предадут. Тебе же и лучше, если ты не будешь доверять. Закончи со всем этим дерьмом. Я не знаю, о чем ты говоришь. Хорошо, на этом все. Моя работа была в том, чтобы предупредить тебя. Теперь это зависит только от тебя. Ерунда. Эйра, хочешь увидеть моего хранителя? Конечно. Люксия, поприветствуй Эйру. Она такая милая. Аригато. Что это значит? Ох, она сказала спасибо на японском. Люксия, я же говорил, чтобы ты не разговаривала перед другими на японском. На самом деле, она большая фанатка аниме. Она смотрит аниме все время. Вау, два неудачника стали друзьями? Ага, они стоят друг друга. Никто больше не захочет стать их друзьями. Просто оставьте нас одних. Но мы же только пришли. И почему мы должны уйти? Окей, тогда мы уйдем. Ты думала, что мы отпустим тебя вот так просто? Ах, ты мелкая. Слушай, Мари, мы ничего не хотим от тебя. Так что займись своим делом и хватит морочить нам голову. Я не понимаю, в чем их проблема? Эй, Эйра. Ты такая смелая. Смелая? Никто еще не говорил мне, что ты такое. Спасибо тебе. Я и Сэм стали очень близкими друзьями. Все становилось все лучше. Даже издевательства становились на какое-то время. Мы постоянно защищали и стояли друг за друга. Мы стали лучшими друзьями. Четыре месяца спустя. Ну и как долго ты будешь прятать свои чувства? О чем ты говоришь? Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Когда ты собираешься признаться в своих чувствах? Займись своим делом. Эйра! Да? Спасибо, что одолжила мне свою книгу. Я ее дочитала. Прости, если я слишком долго ее возвращала. Все в порядке. Ты так мила. Я должна отомстить. Она действует мне на нервы день изо дня. Я ее так ненавижу. Она не заслуживает жить нормальной жизнью. Правильно, Анна? Ага, точно. Такая неудачница, как она, только портит имя нашей школы. Да, так что... Прости. Я в порядке. Все хорошо. И прости, это моя вина. Я шла с закрытыми глазами. О, неужели это так? Но ты в порядке? Ты ударился? Я в порядке, не волнуйся. Господи, спасибо. Я так испугалась. Я такая неуклюжая. Что, если что-то случилось бы с тобой? Я бы не смогла простить себя за это. Эй, расслабься. Ничего не случилось. Так и есть. Позволь мне купить тебе обед в качестве извинений. Нет, не надо делать этого. Все хорошо. Ох, я чувствую себя ужасно. Ох, хорошо. Я подумаю. Спасибо, спасибо огромное. Какую еду ты любишь? Я большой фанат морепродуктов, но я не придирчив. Я готов попробовать что-то новое. Что он насчет тебя? Я тоже люблю морепродукты. Я в некотором роде гурман, если быть честной. Что ты еще любишь, кроме еды? Какие-нибудь хобби или интересы? Хорошо, я очень люблю музыку. Я играю на множестве инструментов, а еще пишу песни. Это реально очень весело общаться с тобой. Могу я взять твой номерок? Ага, конечно. Хочешь стать друзьями? Моим другом? Да. Почему ты хочешь стать моим другом? Что ты имеешь в виду? С тобой действительно весело проводить время. О, спасибо. Так, могу я стать твоим другом? Конечно. Сэм, что ты тут делаешь? Я искала тебя везде. Мы должны были встретиться в библиотеке и поучиться вместе. Помнишь? Прости, Эйра, я забыл. Я просто увлекся в моменте, и я не хотел тебя ранить. Я не верю тебе. Эйра! Дай ей уйти. Ты можешь помириться с ней позже. Что случилось, маленький человечишка? Ты выглядишь, словно тебя предали. Я знаю, почему, но я чувствую, как у меня разбивается сердце. Я чувствую себя обманутой. Почему это так больно? Ты хочешь мести? Я могу помочь тебе с этим. Я могу заставить их заплатить и страдать. Я не хочу мести из-за такой мелкой фигни. Хватит предлагать мне эти ужасные идеи. На меня это не подействует, дьявол. Ох, ее так сложно убедить. Эм, Эйра. Прости за вчерашнее, я не хотел тебя ранить. Пожалуйста, прости меня. Все в порядке, Сэм. Прости, я вроде перегнула палку. Ты реально прощаешь меня? Спасибо большое, Эйра. Сэм, я... Сэм? Я знаю, что рядом открылось милое кафе, которое открыто-то поздно. Хочешь попробовать кофе там? Звучит клево. Эй, Эйра, хочешь присоединиться к нам? Да, все нормально. Отдохните вдвоем. Ну, почему? Было бы весело, если бы ты к нам присоединилась. Серьезно, простите, но я не могу пойти в кафе с вами. Я очень занята и напряжена из-за кое-чего. И мне нужно время, чтобы все осознать. Может, в следующий раз? Я не могу понять, что я сделала, чтобы заслужить такое. Я чувствую, словно я отстранена от всего, словно я невидимая для всех вокруг. Просто потому, что у меня нету хранителя. Ах, бедная малышка. Так одиноко. Вообще никаких друзей. Бу. Она плачет? Что? Ох, ты на самом деле сейчас плачешь? Я ни разу не видела, чтобы она плакала до этого. Ах, я думаю, даже у тебя есть свои уязвимые щекотливые моменты, да? В конце концов, ты человек. Послушай, я знаю, сейчас все может показаться трудным, но ты должна держать себя в руках. Никто не хочет быть рядом с какой-нибудь плаксивой малышкой, которая постоянно плачет. И никто не полюбит тебя, если ты всегда жалеешь себя. Так что наберись мужества и начинай показывать людям, что ты сильная, хорошо? Эй, что ты делаешь? Тебе лучше не прикасаться или приближаться снова ко мне. Я ненавижу тебя. Я ненавижу то, насколько ты бесчувственный. И я ненавижу то, как ты постоянно издеваешься надо мной. Почему ты не можешь даже поддержать меня вместо того, чтобы смеяться надо мной, а? Если ты и вправду ненавидишь людей так сильно, то ты не должен был становиться моим хранителем. Почему ты делаешь это со мной? Эй, что за манера поведения и агрессия? Я все сделала, чтобы успокоить тебя. И это ты мне так платишь за это? Хорошо, думаю, я не мог ожидать большего от такого человека, как ты. Просто запомни, что ты так-то оттолкнула меня, когда я попытался помочь. Боже, люди. Ах ты, милкая. О, ты вроде миленькая. Ты выглядишь как настоящее сокровище. Как насчет того, чтобы пойти ко мне домой и повеселиться? Дай мне уйти. Я обещаю, я покажу тебе, как хорошо провести время. Я очень веселый, поверь мне. Просто, ну давай, ты знаешь, что ты хочешь. А, серьезно? Она даже минуту не может продержаться без меня. Как убога. Что теперь? Ты сказала, что тебе не нужен хранитель. Ты бедная, беспомощная, мелкая, слабая. Мне не нужен хранитель для моей защиты. Серьезно, это даже не моя вина. Тот дурень начал драться со мной и теперь меня наказывают? Это так несправедливо. Но все равно бить его было весело. Это просто смешно. Ты только что сломала парню кость и спокойно спишь? Бестыжие. Это не моя вина. Он не захотел оставить меня в покое. Похоже, он не принимает слова нет в качестве ответа. Я не жалею ни о чем. Он заслужил это. Я хотела бы ударить этого идиота посильнее. Так ты действительно избила его? Вау. Я не знал, что ты так жесток. Это было действительно впечатляющее. Как ты научилась драться? Мой отец учил меня. У тебя невероятный талант. Тогда почему-то позволяешь им издеваться над тобой. Мне нельзя пользоваться этим вне дома. Что за ерунда? Почему? Почему? Что случилось, Эйра? Почему нас вызвали? Это сложно. Мы должны знать. Есть один парень. Вот придурок. Как он посмел? Ты хорошо справилась, Эйра. Он заслужил это. Не беспокойся, Эйра. Вы наконец-то здесь, миссис Эллис. Вы осведомлены о том, что Эйра сделала сегодня? Да, мадам. Это совершенно неприемлемое поведение. Я не понимаю, зачем она сделала это. Ее действия не просто нарушили школьные правила, но и еще серьезные угрозы безопасности других студентов. А также такое поведение неразрешено и недопустимо ни при каких обстоятельствах. Я хочу убедиться, что такое больше не произойдет. Мы не терпим, когда дело доходит до насилия и другого поведения, порождающего драки между учениками. Это бедный мальчик даже ничего не сделал. Это неправда. Он приставал ко мне. Я пыталась его остановить, но он не послушал меня. Заткнись. Мой сын никогда бы не сделал такое. Тебе должно быть стыдно за себя. Но, пожалуйста, успокойся, милая. Мы оба хотим здесь одного и того же, а именно предотвратить это. Мы понимаем, что вы расстроены. Ты имеешь право постоять за себя. Однако мы не можем позволить тебе припегать к насилию в будущем. Так что, пожалуйста, извинись, милая. Ты можешь сделать это для нас, дорогая? Прости за то, что я избила тебя. Я очень-очень надеюсь, что ты простишь меня. Не говори так, словно ты не извиняешься. Что ты имеешь в виду? Я искренне приношу прощения. Тебе это с рук не сойдет. Ой, да ладно, это было довольно слабо. Пап, как ты смеешь оскорблять моего сына? Я верю, Эйри. Поведение было оправдано. Он приставал к ней. Она почувствовала угрозу, ей стало страшно за свою безопасность. Я хотела бы сказать больше, но сэр подумает, что я его оскорбляю. Я просто хочу, чтобы вы решили проблему и перестали обвинять нас, ничего не зная. На этом все. Я надеюсь, вы поймете и убедитесь в том, чтобы такого больше не произошло. Ты в порядке, сестренка? Спасибо большое, сестренка. Мама, вы самые лучшие на свете. Вы помогли мне, несмотря ни на что. Я так счастлива, что у меня такая семья. Сестра, мы всегда поможем тебе. Что за чудная семейка. Что ты тут делаешь? Почему мне нельзя быть тут? Я догадывалась, что ты тут. Меня, что ли, искала? А? С чего бы мне? Эйра, прости, что я вел себя как придурок все это время. Стоп, он извиняется? Я глубоко сожалею в своих действиях. Я осознаю, что мое поведение было оскорбительным и неприемлемым. Я надеюсь, ты сможешь простить меня. Я пойму, если ты не простишь. Я не верю, что он говорит это. Ты в порядке? Да, а что? Ты назвал меня по имени. Погодите, я реально назвала ее по имени. Ты всегда называл меня просто человеком. Ты определенно ведешь себя странно. Эй, перестань нести чушь. Иначе я возьму свои слова обратно и начну издеваться над тобой хуже, чем когда-либо. Хотя я всего лишь говорила правду. Ага, так, давай вернемся к теме. Я прошу прощения за мои поступки. Прости меня. Серьезно? Ты напугал меня буквально несколько секунд назад. Извиняйся искренне. Ах ты, милкая. Ты издеваешься надо мной? Эх, не могу поверить. Я извиняюсь перед человеком. Ах, мне так стыдно. Ты не представляешь, сколько горе это мне причинило. Я сделаю все, чтобы загладить свою вину перед тобой. Все. Ты хочешь, чтобы я прыгнул в жерло активного вулкана? Хорошо, я сделаю это. Хорошо, тогда я хочу, чтобы ты сделал мою домашку по математике. Видишь ли, я отстою в математике. Домашка? Я тебе слуга или что еще? Что ж, ты сказал, что сделаешь все, что угодно. Я могла бы заказать вещи и похуже, так что будь благодарен. Ах, хорошо. Ах, не могу поверить, такой могущественный демон, как я, делает домашку человека. Слава богу, что я, по крайней мере, был внимательен на уроке математики. Итак, как продвигается моя домашняя работа? Чувак сверлит меня убийственным взглядом. Ааа, удачи. А теперь я пойду спать. Когда я проснусь, моя домашняя работа должна быть готова. Я ненавижу людей теперь еще больше. Ааа! Что? Ты напугал меня до мозга костей. Ты что, пялился на меня? Я смотрел на нее так долго. Ты с ума сошла, что ты пытаешься сказать? Что случилось, Айра? Ты в порядке? Почему ты кричала? Я в полном порядке, сестренка. Не волнуйся, я просто увидела таракана. Таракана? Ааа! Ладно. Так ты сделал мою домашнюю работу? Конечно, я всегда отвечаю за свои слова. Спасибо, тогда сейчас я буду собираться в школу. А почему все убежали прочь? Они убежали из-за меня? Большое всем спасибо за просмотр этого видео. Если вы хотите узнать продолжение этого фильма, то обязательно подписывайтесь на канал автора. Ссылочки, как всегда, будут в описании или в закрепленном комментарии. Ну а я надеюсь, что вам понравилась моя озвучка. Если это так, то подписывайтесь на мой канал, ставь лайк этому видео и пиши свой комментарий. Я обязательно его прочитаю. Ну и всем большое спасибо за просмотр. Спасибо, что ты есть. Ну и всем пока.